И ночь опустится на землю, и мрак разбавит блеск луны. Тьма сгущается, и сегодня открываются врата в другое измерение. Лучшие представители клана вампиров со всех уголков планеты прилетели сюда, в город Могилёв на вампирский бал. Ночь обещает быть опасной. Бал вампиров в Могилёве в канун Хэллоуина прошёл почти в полной темноте. Громкая музыка, приглушённый красный свет, антуражные костюмы. Каждый пришёл в своём образе и продумал не только внешний вид, но и биографию своего вампира до мелочей. Первый танец, как и водится, был исполнен хозяевами бала. В этом году это клан Табуновых, и их глава Павла – самый взрослый вампир на балу. Но точный возраст не называет. Признаётся, переезжая на новое место, всегда чувствует себя моложе. Мы очень древний клан. В последнее время мы обосновались в городе Могилёв. Очень подходит на место по атмосфере и по погоде. Очень хорошее по энергетике, по подходящей нам, как вампирам энергетике, место – это звездочёт, площадь на звездочёте. В этом году на балу появился оракул из Дельфы. Хозяева бала долго уговаривали его посетить те мероприятия, и в последний момент им это удалось. Попасть на бал стало не так-то просто. Приходят гости, они пишут свои пороки, и только после этого они проходят. Я своего рода билетёр в этом обещании. Как оказалось, самыми распространёнными пороками на балу стали гнев и лень. Но и остальные пять пороков встречались. А как иначе, вампиров было много, и собрались они со всей планеты. А из какой страны вы к нам прилетели? Румыния, дорогая моя. Только Румыния. Прекраснейшая страна. Отличные люди. Очень вкусные. И даже мёртвые способны на любовь. На балу мы познакомились с парой вампиров из далёкой Аргентины. Когда эти двое вышли на танцпол, время остановилось. Всё в этот момент было для них двоих. И я увидел эту замечательную девушку, она меня околдовала. И семь пороков в лице дьявола в ночи прибыли на этот бал. Скажите, какой из пороков самый страшный? Мне кажется, в наше время каждый порок проявляется максимально ярко. Но несмотря на возникающие порой трудности, мы желаем вам не отчаиваться, а находить прекрасные в мелочах, почаще улыбаться и говорить комплименты друг другу. Ну и, конечно, встретимся у звездочёта.